Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В АФК-системе заявили, что выполняют кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. А на Вятском фанерном комбинате, где в августе АФК планирует запустить новое производство, заявляют, что работают в обычном режиме и получили заверение, что на работе предприятия сложившаяся ситуация никак не отразится. Дочка АФК-система Сигежа Группа вкладывает 5 миллиардов рублей в строительство нового фанерного завода в Кирове. Корпорация намерена стать вторым производителем фанеры в мире. В правительстве назвали приоритеты по подготовке кадров. Это биотехнологии, химия, машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, а также медицина. По словам исполняющего обязанности министра образования Михаила Исупова, сейчас кадры система готовит вслепую, не понимая реальных потребностей экономики. А молодежь, не найдя себе применения в регионе, уезжает и не возвращается. Для решения проблемы власти начали формировать программу областного заказа на кадры, обеспечит кооперацию работодателей учебных заведений и студентов. Центр содействия трудоустройства он начнет работать в сентябре. Он будет мониторить рынок труда, помогать с трудоустройством, анализировать потребности предприятий. Колонии стали больше зарабатывать, а за последний год подразделения УФСИН увеличили объем выпуска продукции на 80 миллионов рублей, то есть на треть. Об этом говорилось на коллегии службы, где подводились итоги за полгода работы. Стоимость товаров, работы, услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, оценивается в 330 миллионов. Колонии занимаются в основном лесозаготовкой и деревообработкой, выпускаются преимущественно пиломатериал и тара. Также осужденных привлекают к производству спецодежды, туристического снаряжения и обуви. В завершении о валютах доллар на сегодня 59,66, курс евро 69,47. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.